Радио Свободы Константин Львов «Диктатор и художники. Йоська-геноцидник в кривом зеркале живописи». По книге Инны Руцинской «Иконография Сталина. Рецензия власти в советском искусстве. 30-50-х годов. 2021 год». 17 августа был на гражданской панихиде и похоронах Исаака Израилевича Бродского, обставленных очень торжественно. Масса народа. Речи среднего достоинства, а иногда и слабые по форме. Не отличился Александр Герасимов. Еще менее удачно была речь Авилова. А какой-то комиссар изрек изобретательное искусство вместо изобразительного. Киносъемка. Три оркестра музыки. Три колесницы венков. Курсанты, моряки. Общее впечатление – парадно, казенно. Не было той взволнованности, которая чувствовалась, например, на похоронах Блока, особенных, незабываемых, или той глубокой печали, которая сопровождала куда более скромные, почти убогие похороны Кузмина. Такими словами искусствовед и литератор Голлер Бах описал в дневнике прощание с маститым советским художником Исааком Бродским, одним из создателей канонических портретов коммунистических правителей Йоськи Джугашвили и Вовки Ульянова. Изображения руководителей коммунистической России являлись не только и не столько произведениями изящного искусства, сколько явлениями идеологии и пропаганды. О направлении развития коммунистического канона можно судить по такому примеру. 25 коммунистических художников приглашены были писать тело Вовки Ульянова в колонном зале с натуры. Сравните результаты. На картине Перова-Водкина поясное изображение Вовки в гробу занимает три четверти площади. На заднем плане довольно схематично написаны простые граждане коммунистической России. На полотне реалиста Исаака Бродского гроб с телом Вовки Ульянова всего лишь одна из деталей работы, нисколько не преобладающая масштабом. Зато Бродский тщательно написал и почетный караул из членов Политбюро, и головы толпы, и люстры с пальмами в зале, и многоцветия венков, а на первый план поместил пожилую семейную чету. Нетрудно догадаться, что коммунистическая власть направила своих живопитцев по второму пути, предпочтя экспрессии выразительности, ампирную пышность и реалистическую проработку деталей. Очевидно, что художникам при работе над портретами коммунистических лидеров приходилось больше пользоваться фотографиями и описаниями. Тем было некогда позировать, да и нежелательно. Мало кто из художников мог похвастаться. Я имел счастье много раз и очень близко видеть Йоську-геноцидника. В оригинале я имел счастье много раз и очень близко видеть Иосифа Виссарионовича Сталина. Эти слова были взяты из печатной автобиографии Александра Герасимова, первого президента Академии художеств СССР, четырежды лауреата Сталинской премии. Авторы высоко ценимых коммунистической властью официальных работ получали прижизненные привилегии и посмертный почет, как ясно и сказанного выше. Но создание парадных шедевров можно уподобить хождению по тонкому льду. Не единожды художников обвиняли в идеологической диверсии. Самый яркий пример – трагическая судьба Михайлова 1898-1940 годы. Этот художник, ученик Фешина и Бенькова, член АХР, принял в конце 1934 года участие в мемориальной выставке Кирова. Вскоре кто-то из бдительных партийцев пристально рассмотрел фоторепродукцию картины Михайлова и разразился ужасный скандал. Вот фрагмент стенограммы экстренного заседания правления МОССХ от 23 января 1935 года. Выступает председатель правления Алексей Вольтер. А посмотрите, как скомпонована картина. Товарищ Сталин, видимо, со всей скорбью прощается со своим другом. Стоит товарищ Ворошилов, по намекам. Стоит товарищ Каганович. Между ними четко обрисован скелет, череп. Здесь видите плечи, дальше рука. И эта костлявая рука захватывает товарища Сталина. Затем этот блик, рука, которая захватывает за шею товарища Ворошилова. Дальше идет очень подозрительная линия складок. Но если приглядеться внимательно к этим пятнам, то получается точно обрис ноги скелета. Вы видите в этом месте утолщение. Здесь коленная чашечка. А дальше пяточная кость и нога. На фотографии вы ясно видите то, что было задумано автором. Тут может быть очень хитрая механика. Может быть живопись, в общем, построена в расчете на то, что когда сфотографируется, то красный цвет перейдет в серый. И тогда совершенно ясно видна пляска смерти, увлекающая двух наших любимейших вождей. Прямо исключительно благоприятная пища для зарубежной контрреволюции. И там это, несомненно, было бы использовано в своих интересах. Михайлов заявил на заседании, что готов уйти из жизни. Мой прадед Львов, член правления, предложил исключить Михайлова из организации, что и было сделано. Три дня спустя художника арестовали и приговорили к пяти годам лагерей. В 1939 году Михайлов вышел на свободу, работал главным художником Красноярского театра, но умер годом позже. Результатом более успешной деятельности коммунистических художников, связанной с созданием портретов Йоськи Джугашвили, посвящена монография Ирины Руцинской МГУ Ломоносова. Термин «иконография» она употребила в обобщенном его значении как совокупность изображений какого-либо лица и сюжетов, посвященных ему. Сам термин появился в ранней христианской литературе и применялся для описания и классификации произведений религиозного искусства. Искусствоведы не раз отмечали преемственность русского искусства от византийского. Ее можно обнаружить и в коммунистической парадной иконографии. Крупный византист Андрей Грабарь обратил внимание на то, что в период иконоборчества художники создавали преимущественно работы, прославлявшие императоров. То были многофигурные изображения с семьей, царедворцами, военными и пленными. После победы иконопечатания художники с легкостью переключились на христианский сюжет и просто поменяв начинку при сохранении стилевого единства. Тематическая и техническая близость императорского и христианского направлений в византийском искусстве, вероятно, началась еще со времен поздней Римской империи, когда императоры обожествлялись при жизни. Коммунистическим художникам также невозможно было исполнять в 20-50-е годы религиозные сюжеты. Зато они могли с выгодой для себя сосредоточиться на обслуживании пропаганды. Руцинская в своей книге сосредоточилась более на сюжетных аспектах иконографии, нежели на особенностях изображений правителей коммунистической России. Главы работ посвящены живописному отображению некоторых эпизодов биографии правителя, сибирским ссылкам, заочному знакомству с Вовкой Ульяновым, письмо 1903 года, встреча с Ильичом в Европе, посещению Ульянова в разливе 1917 года, Йоська геноцидник на съездах, Йоська оратор, Йоська полководец Великой Отечественной войны, Йоська на фоне Кремля и символа государственности, участие Йоськи в ритуальных мероприятиях, в том числе собственных похоронах. Автор не стремилась к исчерпанию сюжетных тем, их множество, трудно обозреть. Например, образ военачальника Йоськи Джугашвили появился задолго до Отечественной войны. На недавней московской выставке социалистического реализма экспонировалось масштабное полотно русского живописца и педагога Кордовского под названием «Сталин, Молотов, Ворошилов и Каганович» на маневрах РККА, 1933 год. Нет главы, посвященной частной жизни иконы. Таким образом, без внимания осталась знаменитая картина Ефанова «Сталин и Молотов с детьми». Художник завершил над ней работу в 1947 году, изобразив на полотне двух коммунистических политиков с их родными детьми, двумя Светланами и Василием. Причем, если судить по возрасту детей, действие происходит задолго до войны. Жены на картине отсутствуют. Аллилуева покончила с собой в 1932 году, и Ефанов дипломатично не стал писать и «Жемчужину». Следует оценить прозорливость художника. В 1949 году жена Молотова была репрессирована. Руцинская внимательно подметила случаи, когда коммунистические живописцы следовали классическим образцам. Например, картину Николаева «Сталин в Туруханском крае», 1947 год, она справедливо считает репликой портрета Петра Великого кисти «Лагорио» на берегу пустынных волн, 1897 год. Портреты полководца Сталина, портреты полководца Йоськи в парадном мундире Руцинская сравнивает с портретами русских военачальников. Генералиссимус Джугашвили становился в один ряд с Александром Невским, Петоном русской истории, Дмитрием Донским, Александром Суворовым и Михаилом Кутузовым. Традицию изображения отечественных правителей на фоне московского Кремля автор выводит из иконы насаждения древа государства российского Симона Ушакова, 1668. А портреты Йоськи-геноцидника на фоне коммунистической цитадели имеют много общего с портретами последнего русского самодержца Николая, исполненным Кустодиевым в 1915 году. Многофигурные картины о ссылках Йоськи типологически схожи с картинами передвижников о сибирских узниках, прежде всего декабристах. Важная тема, которая рассмотрена в монографии – соотношение правды и вымысла в парадной коммунистической живописи. Например, первая встреча Вовки Ульянова с Йоськой Джугашвили произошла на конференции в Тамерфорсе 1905 год. Но геноцидник перенес факт начала их общения на более ранний 1903 год, рассказывая о получении письма в сибирской ссылке. «Это простое и смелое письмецо еще более укрепило меня в том, что мы видим в лице Ленина, горного орла нашей партии. Не могу себе простить, что это письмо Ленина, как и многие другие письма по привычке старого подпольщика я передал сожжению». Из речи на встрече с кремлевскими курсантами 28 января 1924 года. Портреты пламенного колхидца, читавшего и обдумавшего ленинские строки, заняли почетное место в иконографии Йоськи-геноцидника, визуально демонстрируя преемственность власти. Еще более символичная история с убежищем Вовки Ульянова в Разливе. Как известно, он прятался там, будучи обвиненным в государственной измене в семье рабочего Емельянова вместе с Яновьевым. К нелегалам приезжали Свердлов, Орджоникизды и Дзержинский, и коммунистические художники 30-х годов отобразили эти страницы в истории партии. В 1934 году был репрессирован и вскоре расстрелян Зиновьев. Год спустя арестовали Емельяновых. Сын Николай так и погиб. А уже в 1947-м новое издание краткой биографии Йоськи-геноцидника включили фразу о том, что он дважды посещал Вовку Ульянова в Разливе. И вскоре, точно грибы после дождя, появились картины о легендарной встрече. Наиболее хрестоматийной стала работа Розина, которую репродуцировали даже в дружественном Китае на шелке, убрав для большей торжественности мальчика-лодочника. Любопытно и то, что Вовка Ульянов-террорист жил в разливе бритым и загримированным из соображений конспирации. Есть реалистическая графика шафрана 20-й год с неузнаваемым Ильичом. Но очень скоро художники перестали следовать правде фактов и последовали за правдой партии. Яркий пример фантастичности коммунистической парадной живописи – история гигантского полотна Александра Герасимова «Гимн Октябрю» – торжественное заседание трудящихся Москвы по случаю 25-й годовщины Октябрьской революции 6 ноября 1942 года. На картине, созданной в конце 1942-го – начале 1943 года, художник поместил две сотни персонажей в пышные интерьеры Большого театра. Между тем, самого события не было. Состоялось закрытое и малочисленное мероприятие в Кремле. Тем не менее, картина репродуцировалась, обсуждалась в прессе и искусствоведении. Автора удостоили сталинской премии. Свидетельств и доказательств присутствия Йоськи Джугашвили на фронте в зоне боевых действий нет. Но этот сюжет пользовался популярностью среди художников. Наибольший успех и сталинскую премию 1949 года снискал художник-фронтовик Финогенов. Он создал серию из семи графических листов, посвященную первенствующей роли Йоськи-геноцидника в «Разгроме немцев». В предельно реалистические и основанные на фронтовом опыте работы автор интегрировал фигуру лидера страны. Йоська руководит ставкой. Йоська командует военачальниками на московских рубежах. Йоська посещает блиндажи на передовой и раненых. Рассмотрение сюжетов, связанных с образом Джугашвили как оратора, побуждает Руцинскую рассмотреть жестикуляцию коммунистического правителя по версии коммунистических художников. Наиболее частыми были работы, на которых геноцидник выступал с трибун съездов. Значимое место играли его речи в ноябре 1941 года на станции метро Маяковская на Красной площади. Живописная жестикуляция геноцидника была гораздо более сдержанной, нежели у его импульсивного учителя Вовки Ульянова. Если Йоська подымал правую руку, то направлял ее не вперед, как Ильич, а вверх, энергично или расслабленно в зависимости от ситуации. Другим знаменитым жестом было закладывание правой руки за борт шинели или френча, называемое не совсем верно наполеоновским. Традиционным фоном трибуны Йоськи стал с легкой руки Исаака Бродского красный цвет знамен и иных коммунистических атрибутов. Вторым распространенным видом иконографии Йоськи-геноцидника как публичного политика были его портреты с делегатами разнообразных коммунистических съездов, которые стали имитацией демократических устроев коммунистической власти. Коммунистический парламент был не местом дискуссий, но органом народного одобрения Йоськиной политики, поэтому многочисленные персонажи масштабных полотен внимают, аплодируют и благодарят вождя. Разумеется, самыми эффектными остаются те работы, на которых мужской состав руководителей партии и правительства сопряжен с женщинами и цветами, как например на картине Ефанова «Незабываемая встреча» 1937 года. Важный и символичный сюжет демонстрировали картины, где Йоська Джугашвили прощался с покойными соратниками – Вовкой-Ульядовым террористом, Кировым, Ждановым. Прощание с самим Йоськой не стало поводом к появлению значительных живописных изображений, хотя художники-скульпторы приняли участие и их можно увидеть в кинохронике, недавно виртуозно перемонтированной лазницей. Художники ограничились поясным профилем в гробу, восходящим к фотографиям. Иконографический канон стал рассыпаться, едва тело модели остыло и стало тленом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok